Hello students, how are you today? Are you ok or are you bad? I'm ok today. At first, let's train our pronunciation. Сначала давай потренируем наше произношение. Look at the questions carefully, listen to them and answer. Посмотри внимательно на вопросы, прослушай их внимательно и ответь на каждый из них. Then I'll answer too. После тебя на них отвечу я. What is your name? My name is Василь Васильч. How old are you? I'm 23. Where are you from? I'm from Rudny. What is your favorite color? My favorite color is green. What do you like eating? I like eating apples. Have you got a family? Yes, I have. I have got a family. What can you do? I can jump. Now let's continue to learn a poem, which is called A Real April Day. Сейчас давай продолжим учить стихотворение, которое называется Настоящий апрельский день. Look at the poem carefully and try to read it with me. Посмотри внимательно на стихотворение и постарайся прочитать его вместе со мной. One, two, three, go. April is for rainbows. And April is for showers. April is for a bright hint of lovely flowers. Good work. Now look at the picture and try to answer the question. What was the theme of our previous lesson? Посмотри внимательно на картинку и постарайся ответить на вопрос. Какая была тема нашего прошлого урока? The theme of our previous lesson was animals. Тема нашего прошлого урока была животные. And today the theme of our lesson is animals again. Сегодня тема нашего урока животные вновь. Today we are to check how we can use a verb can in positives and negatives. And today we are to learn to use can in questions. Сегодня мы должны вспомнить, проверить себя, как мы умеем использовать глагол can в утвердительных и отрицательных предложениях. А также научимся использовать can в вопросах. At first let's revise the names of some animals from the previous lesson. Сначала нам нужно вспомнить названия животных, о которых мы говорили на прошлом уроке. Look at the pictures carefully and try to name them yourself. Посмотри внимательно на картинки и постарайся назвать их сам. Then check yourself. Затем проверь себя. А сейчас вспомним названия некоторых действий. Которые мы брали на прошлом уроке. Look at the pictures and try to name them yourself. Посмотри внимательно на картинки и постарайся назвать их сам. Then check yourself. Затем проверь себя. Затем проверь себя. Молодец. What can animals do? Что же могут делать животные? Can. Еще раз напоминаю, с английского языка на русский переводится как мочь, уметь. Для того, чтобы нам построить предложение о том, что кто-либо что-либо умеет делать, на первом месте мы ставим тот, о ком говорим. Can, в нашем случае это животные, animal, то есть на первое место ставим название животного. Затем ставим глагол can, если мы говорим о том, что оно умеет это делать, либо can't, если не умеет этого делать. То есть can't – это отрицательная форма глагола can. И после глагола can, can't мы ставим действие, action, бегать, прыгать и так далее. What can they do? Что же они могут делать? Try to make your own sentences and then check yourself. Постарайся сам составить предложение об этих животных, а затем проверь себя. What can you say about a frog? Что ты можешь сказать о лягушке? A frog can jump with yourself. Прочитай сам. Лягушка может прыгать. The next animal – a dog. A dog can run. A dog can run. Собака может бегать. Кошка умеет бегать. Next animal – следующее животное. A fish can swim. Рыба умеет плавать. Parrot – попугай. A parrot can fly. Попугай умеет летать. And the last animal – monkey. Последнее животное – обезьянка. A monkey can climb. Обезьяна может карабкаться. Карабкаться. Next task is to translate the sentences from Russian into English. Следующее задание – перевести предложение с русского языка на английский. Лягушка не умеет бегать. Следующее предложение – рыба не умеет летать. Следующее предложение – рыба не умеет летать. And the last statement – последнее утверждение. Попугай не умеет плавать. A parrot can't swim. A parrot can't swim. And now let's make with a question form of sentences with a verb can. Сейчас давай познакомься с вопросительной формой предложений с глаголом can. Look at the sentences carefully. Посмотри на предложение внимательно. What's happened with them? Что с ними произошло? Что с ними произошло? Can a parrot fly? Can a parrot swim? Что произошло в структуре предложения? Верно. Can мы вынесли на первое место. То есть название животного, о котором идет речь, и can поменялись местами. Can a parrot fly? Can a parrot swim? Попугай умеет летать? Can a parrot fly? Yes, it can. Can a parrot swim? No, it can't. Look at the short answers. Посмотри внимательно на краткие ответы. Как мы их формулируем? Если мы даем положительный ответ, то мы говорим yes. Ставим запятую и выражаем то, о чем идет речь, или того, о ком идет речь. Место имение. Поскольку животные в английском языке являются неодушевленными, то мы берем место имение it. Оно. It. Yes, it can. Да, оно может. No, it can't. Нет, оно не может. Remember, please, how we made short answers. Запомни, пожалуйста, как мы формулируем краткие ответы на вопросы. Yes, no, местоимение, can, can't. And now, look at the pictures and answer the questions. Сейчас смотришь внимательно картинку и отвечаешь на вопрос. Read with me. Читай вместе со мной. Can the dog swim? Can the dog swim? Если ты обратил внимание, то неопределенный артикль a в данных вопросах мы заменили на the, потому что речь идет именно об этой собаке на картинке. Если бы мы сказали can a dog swim, то речь шла бы о любой собаке в мире. А здесь мы говорим именно об этой собаке с фотографией. Can the dog swim? Yes, it can. То есть мы даем положительный ответ, говорим yes, да, ставим запятую, затем берем местоимение eat, оно используется с животными и неодушевленными предметами. И поскольку ответ да, то мы говорим can. Yes, it can. Next picture. Read with me, читай со мной. Can the cat climb? Can the cat climb? Your answer. Твой ответ. Yes, it can. Yes, it can. Read with me. Вместе со мной читай. Can the fish run? Can the fish run? No, it can't. No, it can't. Почему мы здесь взяли can't, а не can? Правильно, потому что ответ отрицательный. Нет. No. Нет, оно не может. Can the monkey sing? Can the monkey sing? No, it can't. No, it can't. Может обезьянка пить? Нет. Она не может. And now it's time to finish, to work with the video. Сейчас нам нужно закончить работу с видео. And you'll have to do the task from the document. А тебе нужно выполнить задание из вордовского документа в рабочей тетради. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!